То есть они не могли выйти из власти закона, остаются под законом, а закон подразумевает воспитание постоянно, постоянно по такому русле, как мы маленького ребенка постоянно говорим, то есть не делай, не прикасайся, не возьми, не бери, нельзя, 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 понятно, да? Это и есть закон. Закон так и говорит. Почему потом человек не дошел до такого уровня, чтобы осознал это и это дело добровольно? Вот для христианина как раз, христианин освободился от этого. Христианин уже осознает это все и сознательно делает свои шаги. И главная сила пробуждающего к этому должно быть любовь. Если нет любви, ты опять себя ограничиваешь в рамках закона. То есть знаешь, что нельзя, 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 хочешь, но терпишь, не делаешь. А как начинаешь любить, уже никаких преград не остается. Ты уже это делаешь добровольно, ты уже это делаешь с любовью. И те, которые познали Христа, они могут чувствовать это в себе, в своем сердце. Познал Христа, стал христианином, прежние свои удовольствия, прежние свои интересы остались в прошлом. Они для тебя даже стыдно иногда вспоминать о них. А раньше же ты жил и считал, что это правильно и получил от этого удовольствие. А сейчас даже вспоминать не хочешь. И вспоминая даже краснеешь. Вот это уже доказывает истинность этих слов. Понятно, да? Пока есть тяга греху, значит, не полностью повернуться лицом к Христу. То есть пока не так любишь Христа, если есть тяга еще греху, и, соответственно, есть с чем трудиться. Чем больше человек будет трудиться, тем больше и Господь будет в нем открываться. Потому что эта любовь не состояние любленности. Это осознанная любовь, понятно. Это познавательная любовь. Это не так, что ты там сам себе ходил, ходил потом, там, стрелы, амур, там, втюркнулась в тебе, и ты влюбился. Ты даже не мог понять, что случилось, и вообще не можешь себя контролировать. То есть состояние этой любви, которая есть к Богу или к Ближнему, это совсем другое состояние. Поэтому не надо путать это с телесной любовью и плоской любовью, или состоянием влюбленности. Хотя я не говорю, что это плохо, но это совсем разные вещи, понятно, да? Любящий человек полностью контролирует себя, полностью контролирует свои поступки, свои движения, свои чувства. Это совсем другое. Влюбленный человек этого делать уже не может, он потерял голову, можно так сказать. Но любящие люди, например, если женщины, мужчины, если они много любят, это немножко другое, это уже более серьезное чувство. Но опять же, опять же, вот любовь, та любовь, о которой мы говорим, это опять совсем другое. Ну и любящих христиан, вы, конечно, понимаете, я просто...